здравствуйте друзья добрый вечер что-то я сегодня весь день видео не делал как-то было мне не до этого настроение просто было не то потому что вчера что-то мы так со светой поехали в сан-франциско туда поехали обратно поехали на штук 7 или 8 видео сделали я их так загружал вчера с вечера сегодня с утра и чё-то как-то вот понимаешь призадумался дело то что у нас накопилось на форуме залив . орг там где мы вопросы собираем там их много накопилось я хочу сказать там где-то их штук 40 с лишним и это здорово потому что ну всегда есть там о чем поговорить с другой стороны все что было уже поменьше там в две строчки в 3 строчки даже там в 10-15 строчек я уже вроде все там поотвечал остаются какие-то большие большие такие какие-то вопросы истории что ну как бы тоже неплохо но на дорогу не очень удобно потому что я же не могу там 10 минут вопрос зачитывать и потом там 15 минут ехать это как-то чересчур получается не знаю или надо как-то переформулировать вот на то же время надо обычные вопросы подхватываю перед тем как из дома выходить или там из офиса вот и кроме того действительно очень много вопросов таких что они повторяются в основном повторяются ну то есть меняется там профессия может быть меняется какой-то язык программирования меняется чем человек раньше занимался или там какое образование получал на вопрос в принципе тот же самый и я уже даже там плейлист какой-то сделал у меня их там несколько может быть три пока видео которые отвечают на вот как бы на самые такие вот основные вопросы я даже думал что когда будут чем такое спрашивать там ссылку давать на плейлист вот туда смотрите значит но как-то не заработала пока эта часть вот видимо проходит как-то усталость от каких-то вещей и потом снова так как бы легко и спокойно можно но сколько-то об этом же поговорить видимо просто время идет и так как-то перестает утомлять одно и то же вот что у нас тут происходит в школе у нас тихонько пока так вот тихонько январь такой месяц вообще вот через месяц у нас будет группа новая 17 числа февраля будет вечерняя группа для места но завтра у нас новая группа начинается для онлайн щеков вот я сегодня с утра ехал было там ровно 90 человек вот сейчас обратно еду там 98 этом 99 за день там подошли новые и я думаю завтра так до начала урока еще десяток подойдет потом первые три урока там эта неделя занимает первые три урока пока мы будем учиться значит там еще десяток полтора два подойдет в общем такое интересно заполнение группы предыдущая была 110 человек которая только что закончилась перед ней было 120 в общем будь здоров там толпище набирается и главная беда этой толпище состоит в том что простота как бы материала относительная простота материала который мы изучаем относительная простота вводит немножко в заблуждение потому что вроде ты видишь что просто и чего ты может быть не очень видишь ты не очень видишь что надо много заниматься потому что так просто просто на объем большой и так в идеале по делу если так по серьезному в онлайном классе надо было бы 15-20 часов в неделю заниматься это не то что ты там три раза по часу вышел послушал так вроде все понятно три месяца пошло пошел работу искать нет три раза в неделю ты вышел это само собой но у нас вот я считаю подготовка к одному уроку должна занимать 4 5 часов просто подготовка к уроку у нас так процесс построен что они сначала готовятся а потом мы на уроке обсуждаем то чего не там наготовили поэтому я смотрю что уже к концу курса уже как-то энтузиазма у них меньше потому что ты тут не позанимался там не позанимался здесь не позанимался и ты уже понимаешь что ты куда-то там отстал безнадежно и ты думаешь но я тогда пойду со следующей группой там повторю это можно повторять вот насколько хоть ну в общем поэтому мы говорим вот вам три урока вы посмотрите что вас со временем потому что действительно они должны вот эти три урока подготовиться там по по 4 по 5 часов каждому чтобы они все понимали что предстоит и есть люди которые как бы нормально вот так занимаются самостоятельные очень такие а есть другие которые не могут им какая-то нужна организующая внешняя сила я сам такой кстати мне очень сложно организоваться под какой-нибудь онлайн новое обучение я поэтому не беру никогда никакие такие классы только если знаете вот мне свое время когда страхованием занимался нужно было там сдавать периодически всякие экзамены чтобы поддерживать лицензию и я уж там через не могу через не хочу со слезами там забирался в онлайн и делал это быстренько потому что альтернативно надо было выходить на курсы живьем но живьем мне не хотелось это было бы существенно большим по времени таким затратным делом так что дело делал онлайн но это сложно ё-моё столько отвлекающих моментов там всего поэтому учиться в онлайне совсем не так просто как может показаться да вроде материал простой вроде ты знаешь кого-то у него вроде там получилось там тыры-пыры у нас тут паренек один рекордсмен прям такой значит во флориде там живет а работу искал ну так широким веером таким у него в бостоне значит 80 тысяч постоянная работа а в чикаго ему 56 долларов в час контракт дали ничего себе так позанимался в онлайне но понимаете не каждый так может абсолютно не каждый вот и поэтому они когда я могу а у меня получится это что вы скажете вот мне стоит этим заниматься откуда же я могу сказать то ну поэтому я буду вот вам три урока но походите ну что же им сами решайте не знаю не знаю что делать вот так что такая вот история это завтра да а сегодня тихо как-то тихо спокойненько так все хорошо мы вчера со светой она стала разбираться с перископом и так мы тыры-пыры значит сидели с девайсиком у нас есть там самсунговская планшетничек маленький вот и мы так тыр-пыр туда значит вышли завели себе какую-то там трансляцию и вдруг смотришь там за полминуты набежала там чек 50 60 а я даже не я же не знал откуда они берутся и оказывается вот значит и когда выходишь так подписчикам значит на тебя свисток идет а у нас подписчиков но вот сейчас чуть больше 300 а на тот момент было там 260 вот вчера ну и соответственно много народу пришло послушать это так невероятно и так приятно то есть там тебе иркутск и казахстан и донецк и там москва и что там уж город вот ну и по америке тоже это было время американское утро и без хулиганов всяких поскольку там по подписчикам разошлось вот как-то посторонних совсем не было и порядком по времени с ними поболтал хотя могу сказать что конечно качество записи поскольку там система она вообще записывает видео и я не знаю каким образом там удается приличную картинку соблюсти вот там даже наташа квик у нее вполне приличная картинка когда она в машине то были где у меня так не получается в этом все было размазано гуляла плясала но может быть от того что я в руке держал без без держалки вот наверное так надо сесть зафиксировать физиономию наверно поприличнее будет нож я не уверен что делать видео таким образом для меня будет правильным форматом пообщаться да то есть какую-то оперативную такую информацию вопросы ответы да будет ли это нормальным видео таким чтобы не стыдно было на канал повесить я очень сомневаюсь у нас ну те кто знает те кто не знает у нас есть видео там пару дней назад я делал о том что светлана как будет у нас через пару недель выступать конференцию не будет на перископе но мы это будем делать у нас в школе на выходной день мы соберемся придут люди которые будут живьем вопросы задавать ну и плюс те которые естественно в онлайне и я подумал что мы не будем так записывать а я поставлю две камеры одну там для аудитории другую для человека который выступает но для светланы данном случае и если уже на видео так на канале вешать то правильно конечно вешать более-менее качественный материал потому что ну действительно при всей ценности как бы аудио ряда да все-таки визуально тоже хочется видеть что-то такое более-менее прилично прилично сделано очень ну посмотрим я я не знаю пока как получится но пытаюсь разобраться что еще мы с перископом значит есть эмулятор android на black так называется вот и значит я его поставил установил в него перископ и попробовал значит оттуда управляться оттуда можно записать сообщение это очень удобно то что я например с клавиш но как там с этого салфона я не знаю меня пальцы такие здоровенные как-то некомфортно мне вот а так я подумал что это неплохо плюс оттуда очень хорошо удаляются посторонние то есть вести трансляцию с писишки оттуда нельзя но очень многие другие функции выполнять можно поэтому можно кого-то посадить например кто во время трансляции но как бы мониторит процесс и чтобы он там допустим каких-то нежелательных элементов блокировал отвечал на вопросы допустим приходят люди задают вопросы допустим со стороны там а это кто а это что а что вы тут делаете так далее там его copy-paste туда бабах это удобно то есть какой дежурного там держать поэтому я пытался посмотреть как эта штука будет работать но не могу сказать в силу чего но на моем школьном компьютере который вроде вполне приличный такой компьютер что-то у меня все время висела это все хозяйство то есть даже потом когда видео я хотел посмотреть в записи она мне тоже не показывала то есть она грузится говорила она оставила три точки и дальше даже не зависала нельзя сказать что именно зависала потому что она отзывалась она так сказать отвечала на какие-то действия там мышки можно было его закрыть можно было там минимизировать но вот так чтобы увидеть трансляцию не получалось поэтому такие пока у меня впечатления но от того что мы тогда вчера с утра какое-то время со светланой там провели в перископе я укрепился в позитивном отношении к этому всему это специфический такой процесс в нем что-то есть такое радостное я не буду конечно по расписанию там выходите там приручать аудиторию там и которая следит за моей жизнью так далее я не не пугачева и даже не арбакайте то есть мне это нафиг не надо но поскольку действительно вопросы там частенько бывают значит те кто подписался могут сюда пойти там послушать я я буду стараться это делать в такое время когда как бы по обе стороны океана народ еще не очень сильно спит уже или еще чтобы подписаться у нас аккаунт silicon valley voice одним словом так что а называется он михаил портнов а вот как бы там если вы наберете перископ точкой тв слэш и silicon valley voice одним словом а дальше там получается что михаил портнов там моя фотография в капитанской фуражки и общем как вы меня узнаете можете подписаться там сейчас я уезжал в 301 подписчик это это прикольно я думаю что если там будет допустим не 301 а 1301 и из них там реально там три сотни смогут поучаствовать когда дойдет до дела если у них вопросы будут или там может вообще им просто скучно или они там на кухне готовят и тут какая-то развлекух даже не знаю как это происходит у людей но в общем я понял что там сидит довольно много народу которые с удовольствием подключается активно участвует какая-то такая жизнь бьет ключом можно сказать было очень приятно несколько дней назад я там тоже для себя пытался посмотреть и просто шел по каким-то там трансляциям из америки и вот меня очень удивило что примерно треть сообщений которые там были у людей ну как какой-нибудь там парень из макдолалдса чем-то рассказывает или там на мосту стоит чем болтает примерно треть всего что у них там было в комментариях это были на русском языке мат перемат чтобы сдохли там и так далее и очень как бы сказать не симпатично это все и я думаю что наступит какой-то момент когда люди которые туда ходят им объяснят что там написано на каком это языке из какой-то страны то есть я думаю что это укрепит как бы многих в их восприятии да так что грустное очень было зрелище и я немножко побаивался что как бы мы не оказались в этой в этом же сегменте но нет вот у нас в основном вот как бы там свои ребята и хорошо то есть по подписке люди приходили я не знаю были ли какие-нибудь со стороны так налетом но в общем так вроде все свои был очень мило его в течение часа там наверное так я подозреваю в таком режиме были абсолютно доброжелательным симпатичным ну что еще сказать у нас не холодно солнышко светит но вот не сейчас поскольку вечера вообще весь день светило солнышко не было никаких дождей я уже жду не дождусь когда нам закончит наш этот backyard такое ощущение что еще один день и и все все высадят и полив нам доведут там дома и так далее но говорят что 1 1 1 субботы им хватит но посмотрим но не 1 так 2 во всяком случае похоже что в январе мы этот процесс уже где-то так заканчиваем вот уже хочется инжоить backyard это как они участвуют в его строительстве до прячась от строителей вставая рано утром и пробираясь вдоль высоких окон чтоб тебе не заметили как ты идешь рабочие люди простые ладно друзья так лялят поля во всяком случае мы не отвечали на вопросы что уже само по себе отдых на самом деле для меня так о своем все туда счастливо путешествия у